Настало время нашей кулинарной рубрики «Как без лишних усилий сделать салат для пикников?» Секретами вкусной жизни поделится Ольга Бакланова. Май в среднем классе – традиционное время пикников и первых массовых выездов на дачу. Дел после зимы много, а возиться на кухне особенно некогда. Вот когда мысль о приготовлении салата для пикника кажется особенно удачной. И для этого мне понадобится 100 г рисовой вермишели, 4 ст. л. оливкового масла, 75 г сиропа от маринованного имбиря, 100 г маринованного имбиря, 2 стебля зеленого лука, цедра половины лимона, 150 г лосося горячего копчения, свежие листья кинзы и 2 ст. л. семян кунжута. Для начала я отварю лапшу в кипящей подсоленной воде. Смотрите внимательно время приготовления, потому что у различных сортов вермишели время приготовления различное. Моя лапша будет вариться 6 минут, так написано на упаковке. Пока лапша варится, я нарежу зеленый лук. Его можно нарезать не очень мелко. Перекладываю лук в миску. Я купила маринованный имбирь в банке. И там как раз 75 г жидкости и 100 г имбиря. Я выкладываю это все в миску. Если кусочки имбиря очень крупные, то можно их порезать. Теперь нужно разобрать рыбу. Рыба может быть абсолютно любой, главное, чтобы она была горячего копчения. С рыбы нужно снять кожу и очистить ее от косточек. И потом прямо руками поломать на крупные кусочки. У меня это форель горячего копчения. Рыбу я положу в последний момент, чтобы кусочки не поломались, когда я буду перемешивать имбирь с зеленым луком и вермишелью. Как только лапша сварилась, нужно ее вылить в дуршлаг и промыть холодной водой. Как следует солью лишнюю воду и отправляю лапшу в миску, в которую теперь буду добавлять оливковое масло. Теперь я это все перемешаю с оливковым маслом. Добавлю сюда цедру лимона, разобранную на кусочки рыбу и измельченную кинзу. Ну вот осталось последнее действие, это пожарить семечки кунжута. Семечки кунжута лучше жарить на сухой сковороде, без масла, на среднем огне. И очень внимательно следить, потому что они очень быстро могут подгореть. Ну вот семечки у меня поджарились, они стали красивого, такого золотистого цвета. И я высыпаю их в салат. Ну вот теперь можно добавить по вкусу соль, и салат готов. Мой личный опыт показывает, что для пикника годятся только такие блюда, которые, постояв, становятся еще вкуснее. Это правило полностью распространяется на сегодняшний салат. Рисовая вермишель пропитывается вкусами маринованного имбиря и копченой рыбы. И в этом вся соль.